Здравствуйте, дорогие зрители! Мы продолжаем наш цикл передач, связанных с проблемами глобальных изменений. Все сегодня обращают внимание на Сирию, обращают внимание на Украину. Все констатируют, что напряженность в мире нарастает и говорят уже о приближении чуть ли не Третьей мировой войны. Все предползки и объективные к тому столкнулись. Однако, в связи с этими всеми событиями, как-то за кадром осталась наша старая добрая СНГ. Наши старые добрые республики, с которыми мы жили в одной великой стране, именуемый Советский Союз. И вроде бы как там все благополучно. Но так ли это? Вот одна из таких республик, Армения. Там есть наша база, в Гюмри. Она включена в систему противовоздушной обороны. И вроде бы все хорошо. Серж Саргарсян, президент Армении, регулярно встречается с нашим президентом. Отношения складываются нормально. Но есть информация, что все далеко не так хорошо. Поэтому мы решили пригласить сегодня на нашу студию специалиста в этой сфере. Человека, который совсем недавно, буквально неделю назад, приехал из Армении. И имел возможность сейчас как с простыми людьми, так и с представителями армянской элиты. На все эти вопросы нам любезно согласился ответить Финенко Алексей Валерьевич. Доцент МГИМО, кандидат исторических наук. Здравствуйте. Здравствуйте, Константин. Спасибо за приглашение, во-первых. Всегда рад. Алексей Валерьевич, мы с этого и начнем. Вот вы съездили в Армению. Расскажите, как состоялась ваша поездка. По возможности недолго, коротко так. Во-первых, я был там как раз в дни саммита, когда проходил наш саммит ОДКБ. Это я работал в нашем филиале МГУ. И как раз совпало так, что проходило это с официальными мероприятиями. Так что проходило много различных конференций параллельно. И проходили и молодежные форумы, и евразийские конференции. То есть, возможность понаблюдать, пообщаться была. Кстати сказать, не первый мой визит в Армению. Первый был еще мой весной состоялся. Ну, часто вы там бываете. Весна, зима. Есть, волос, просмотреть тенденции, которые там наблюдаются. Вы знаете, начну я с главной тенденции. Далеко не так хорошо, как мы себе это представляем. Далеко не настолько надежен, к сожалению, наш союз, как у нас это часто многие рисуют. Россия и Армения, да? Именно Россия и Армения. И плюс ОДКБ сам по себе. Вот начну прямо сразу с первый момент саммита ОДКБ. С Ереванской, который проходил в это время. Сразу скажу, что в Армении он вызвал очень неоднозначную реакцию. И были во многом даже негативные его оценки. И не то, ну как бы... Со стороны кого? Элиты, народа? Со стороны элиты. Ну, народ, прежде всего, узнает об этом из средств массовой информации. Народ обо всех тонкостях узнает по телевизионным программам. А вот со стороны даже просто интеллигенции и элиты оценки были не самые лучшие. И на официальном уровне. В чем же дело? Какие именно негативные аспекты отмечались? Сразу два негативных момента. Первый. Не принято заявление по Карабаху. То есть армяне ожидали, что все ОДКБ выступит. Что гарантии ОДКБ распространяются не только на Армению, но и на Карабах. Россия подтвердила свою позицию из других стран. ОДКБ, особенно Казахстан и Таджикистан. Они сказали, что нет, наши гарантии безопасности распространяются только на саму Армению. А втягиваться в конфликт, в какую-нибудь авантюру вокруг Карабаха мы вовсе не собираемся. Пока нравится вам это. А раньше так было? Или это всегда российская позиция? Российская позиция была незыблема. Мы все-таки официально признаем территориальную целостность Азербайджана. Мы признаем, что есть проблема Нагорного Карабаха. Признаем, что ее надо решать, но официально мы признаем Нагорный Карабах частью Азербайджана. И требуем от Армении диалога. Вот это первый был негативный момент. Второй негативный момент еще тянется с апреля. Вот насколько я понимаю, в армянском обществе и в элите очень сильно было разочарование позиций России по апрельскому конфликту. В Армении тоже ожидали, что буквально, я так понимаю, многие русские войска поднимутся из Гюмри, завтра пойдут на защиту и вмешается Россия в Карабахский конфликт. То есть повторится то, что было в августе 2008 года вокруг Южной Осетии. Но Россия тогда очень четко и недвусмысленно наш МИД сказал, что не надо путать эти две вещи, это две большие разницы. У вас в Карабахе свой собственный конфликт, который тянется с Азербайджаном, поэтому гарантии ОДКБ не распространяются. Азербайджан довольно-таки двойственную политику отношений России ведет. Азербайджан поддерживает с Россией отношения, но вместе с тем он спокойненько ориентируется на США, на Иран. Ну Иран еще и дружеские страны, а в том числе на США. Армения в сложившейся ситуации ориентируется на нас. Почему же наше руководство, учитывая конкретно складывающуюся ситуацию, не сделало выбор в пользу Армении? Это непонятно. Константин, это понятно по одной простой причине. Далеко Армения не так на нас ориентируется, как у нас многие себе это представляют. У Армении, напомню, во-первых, самая серьезная программа военного партнерства с НАТО из стран ОДКБ. И подписала она ее не когда-нибудь, а осенью 2014 года, в момент Уэльского саммита. То есть, когда у нас отношения с НАТО были, можно сказать, хуже некуда, Армения в этот момент подписывает масштабную программу военного партнерства с НАТО. То есть, открыто демонстрирует? Открыто демонстрирует, что мы можем найти и альтернативного партнера. Хорошо, а Азербайджан как есть? У него есть такая программа? У Азербайджана такая программа есть, но она больше с Турцией. Все-таки Азербайджан больше использует свои традиционные связи. Там выступает от НАТО координатором Турция в рамках программы «Партнерство ради мира». А может быть, этот подход, может быть, то, что сделано, может быть, вот эта программа, которая была в 2014 году России подписана, она ответ на то, что Россия до 2014 года не приняла адекватных решений в отношении Нагорного Карабаха, как себе представляла армянская элита? Ну, вы знаете, армянская элита, с одной стороны, конечно, себе представляла это так, что завтра Россия, может быть, буквально вмешается и отдаст. Но давайте не забудем и второй момент, Константин. Армения сразу же согласилась перемести Карабахский вопрос в формат ОДКБ, в прошу прощения, ОБСЕ, Минской группы, и вести обсуждение далеко не только с Россией, но и с Францией, с Соединенными Штатами. А это еще раз повторяю, это не является ли ответом на то, что Россия... Нет, это было еще с 92-го года. С 92-го года это? Это шло еще с 92-го года. Но в 92-м году, я хочу напомнить, во главе России стоял господин Ельцин и сдавал все, что можно сдать, и то, что нельзя сдавать, тоже сдавал. А вот самые тесные, что как раз армяне-то считали, что ради них Ельцин подписал очень выгодный в 97-м году договор. У них как раз отношение, что при Ельцине к ним чуть ли не было лучшее отношение со стороны России, чем после Ельцина, совершенно верно. То есть, их очень насторожило российско-азербайджанское урегулирование в 99-м году. Вот когда Россия резко пошла улучшать отношения с Азербайджаном, это, я так понимаю, вызвало очень негативную реакцию в Армении. То есть, нельзя... Но перед этим армяне, тем не менее, все равно смотрели и в НАТО, и в Россию. Конечно, они всегда занимались... Это была политика балансирования. Всегда говорили, что у нас Карабах самый признанный среди непризнанных, что есть три сопредседателя Минской группы, Россия, Франция и Соединенные Штаты, что переговоры велись не только с Россией, но и с участием обязательным Парижа и Вашингтона. Так что говорить о том, что здесь Армения абсолютно четко ориентировалась на Россию, как раз-таки не приходится. Не приходится. Не приходится. Вопрос. А чего же армянские элиты удивляются тому, что Россия занимает равноудаленную позицию в вопросе Карабахского конфликта? Вы знаете, я думаю, что, во-первых, есть, конечно, желание поиспользовать Россию. Банальное, абсолютно. Знаете, как говорят в определенных кругах, сыграть на шермачка. Почему бы? А вдруг, да, поддержите. А потом они говорят, а куда вам деваться? Кроме Армении у вас союзников здесь нет. Грузия откровенно враждебна, Азербайджан, они говорят, смотрят на Турцию прежде всего. Но вот Россия им показывает, что на самом деле деваться-то тоже есть куда. У нас тоже есть выбор, и мы тоже можем поддерживать баланс между Ереваном и Баку. То есть, я так понимаю, что все наши связи и развитие отношений с Азербайджаном, это доказательство того, что если вдруг завтра в Армении произойдет нечто, придет к власти некий, ну, я не скажу, что прямо уж совсем откровенный Майдан, но менее по российской политике, чем нынешний, то Россия всегда будет оставлять за собой окно возможностей на Кавказе. Для нас это не должно быть катастрофой, мы не можем стать заложниками отношений с Арменией. Давайте теперь поговорим немножко об армянской элите. Вот летом практически одновременно с турецким путчем начался в Армении путч. Что это за силы, которые выступают против Сержа Сергсяна? Какую линию они придерживаются, на кого они ориентируются с точки зрения геополитики? Знаете, есть несколько сил. Во-первых, я бы сказал, что есть первая сила, это Карабахский клан в Армении. Который, кстати, очень недоволен итогами апрельского противостояния. Вот они сочли, что Саргсян не довел дело до победного конца, что он не добился новой победы над Азербайджаном, и поэтому ему пора подыскивать ему замену. Вот, кстати, классический представитель, знаменитый генерал Аганян и так далее, который в свое время построил многие укрепления в Карабахе. Скрипеш, а какой победы они хотели на Азербайджан? Баку, что ли, взять? Ну, не Баку, но как в 93-м году, Константин. Вот такое бегство азербайджанской армии, демонстративное, красивое с линии фронта, брошенное оружие, может быть, даже переворот в Баку и потери еще нескольких районов. Вот такое они хотели? Да, да. То есть, повторить лето 93-го года. Понятно. Степень реалистичности, конечно, оцените сами, но такие настроения у них, тем не менее, были. Ну, это сражение, скажем так, той терьера и более крупной собаки. Они страшно любят ссылаться на опыт, во-первых, арабо-израильских войн, а во-вторых, на опыт 93-го года. Вот так даже мы победили, боевой дух был на нашей стороне, Эль-Чебей свергнут был. Ну, значит, надо заметить, что в ту пору и сегодня боевой дух, конечно, армянской армии намного выше, чем у азербайджанской, да и выучка несопоставима. Но все-таки... Азербайджан подтянулся за эти годы. Вооруженные силы Азербайджана намного более мощные по количественно-качественному составу, нежели армянские, тем более только нагорно-карабахские. Ну, ладно, хорошо. Вот, и они сразу, да, вспоминаем сразу 98-й год, когда президент Леонтер Петросян подписал невыгодное соглашение по Карабаху, и оно ему стоило президентского кресла. Оно так и не вступило в силу. И вот сейчас как раз Аганян и бывший заместитель, руководитель администрации президента Армении Далакян, который был отправлен в отставку как раз в октябре, они создают новую политическую партию. Я так понимаю... Что это за партия? А это будет, пока это в стадии еще переговоров идет. Название какое-то рабочее есть? Пока еще только они это обсуждают, вместе создать широкое политическое движение. Но это будет попытка именно создать такую оппозицию политики Сарксяна. А вот здесь возникают сразу вопросы, какую позицию займет эта партия. У нас традиционно говорят, что она будет еще более пророссийская, чем Сарксян, но у меня вот после апрельских событий очень большие в этом сомнения. Потому что, я так понимаю, у них есть серьезная обида на позицию России. Да, но у России есть больше оснований обижаться на Армению по итогам 92-го и последующих годов, в том числе и 14-го. Они считают, что, знаете, когда смотришь со своей колокольни, часто эмоции преобладают. Но вопрос состоит в том, что, наверное, если они маломальски взвешенные политики, они должны понять, что все-таки гора к ним не пойдет. Я имею в виду Россию. Поэтому, наверное, они должны сделать шаг навстречу. И они должны продемонстрировать, эта партия, что они жестко ориентируются на Россию в большей степени, чем Азербайджан ориентируется на Россию. Тогда, то есть разорвать отношения с НАТО от 14-го года, разорвать другие подобные пакты, тогда, я думаю, российское руководство переорентировало свою позицию. И в отношении Карабаха изменилось свою позицию, и в отношении армяно-российских и армяно-азербайджанских отношений. Россия, естественно, тогда уже была бы не занимала позицию равноудаленную в этом вопросе от Азербайджана и Армении. Наверное, наши тогда при таких условиях более тесно стали бы сотрудничать с Арменией. Константин, вспомните один эпизод. Вот ноябрь прошлого, 15-го года, когда был у нас конфликт с Турцией, по сути, по крайней мере, с военным. Я вот честно скажу, я из Еревана ни слова не услышал поддержку российской позиции. Ни от оппозиции, ни от власти. Ни от кого? Ни от кого. А от Азербайджана что-нибудь прозвучало? Ну, от Азербайджана мы как бы и не ждали. Правда? Это понятно. А это все-таки наш ключевой военно-политический союзник, у которого традиционно с Турцией сложнейшие якобы отношения. Ну, вот не услышали мы никаких, вспомните, заявлений даже по такому вопросу. Какая другая политическая сила оппозиционная сейчас есть? Вы знаете, есть, активно действуют, насколько я понимаю, различные западные неправительственные организации. Я говорю о политической силе армянской. Именно политическая армянская сила. Они, я так понимаю, пытаются создать среди армянской интеллигенции какие-то оппозиционные движения. Прозападные. Пока не очень получаются, не до конца не ясно, что это были задвижения, связанные, как они говорили, с армянскими майданами. Одни говорят, что это были всего-навсего сугубо экономические причины, сугубо экономический бунт. Другие говорят, что все-таки в нем была антироссийская подоплека. Но, тем не менее, я могу сказать по личным наблюдениям, что среди армянской интеллигенции есть прозападный крен, есть ориентация на Запад, есть разговоры о том, что США и Франция наши будут лучшими партнерами, чем Россия. Да, тогда, что мы за свободу, за демократию. Ну, дальше идет весь этот соответствующий треп. То есть, игра здесь определенная идет. Я так понимаю, что... Так, значит, что же это был за бунт, когда было захвачено здание полиции, убит полковник полиции? Вы знаете, я думаю, это было несколько, на самом деле, в одном. Во-первых, это была внутренняя, совершенно, скажем так, внутриэлитная попытка разборки. Определенная против Сарксяна. Игра против Сарксяна. Кто играл против Сарксяна? Это была... А вот этого пока нам не говорят. Нет, это была попытка, я думаю, плановой провокации, которая была направлена против Сарксяна. Вот не случайно, единственное, после этого в сентябре было отправлено в отставку правительства. Я так понимаю, что свое правительство Сарксян заподозрил в нелояльности. Вот это был главный итог, что он срочно пошел на смену правительству. Вот сейчас было поставлено новое правительство, правительство Карпетяна. А в Армении его пресса называют более пророссийским, чем прежде. Ну, в качестве доказательства приводятся его традиционные связи с Газпромом. Но вот, судя по итогам-то, саммитов Ереванского не вижу я, чтобы оно было более пророссийским, чем прежде. Наоборот, посмотрите, помимо заявления по Карабаху, возвращаясь к саммиту, блокирован, по сути, выбор, переход нового генерального секретаря ОДКБ. Почему тоже темная и до конца история, непонятно. Почему вопрос отложили до декабря. И плюс могу сказать, что есть заявление со стороны Министерства обороны Армении, почему мы в ОДКБ должны быть втянуты в какие-нибудь конфликты в Центральной Азии или, например, связанные с Белоруссией. Мы этого не хотим. Нам это неинтересно. Разве Армения предлагается втягиваться в конфликты в Центральной Азии? Они все время боятся, что ОДКБ их якобы втянет в конфликты в Центральной Азии. Но тогда, с другой стороны, правда, от нас есть, если Казахстанин, вопрос, а почему нам тогда Карабах должен быть сильно интересен и со стороны наших центрально-азиатских союзников? Вполне логично. Если вам неинтересна Центральная Азия. Вполне логично. Теперь к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, но все-таки ОДКБ существует. И в рамках ОДКБ существует единая система противовоздушной обороны. В рамках вот этой единой системы ПВО ОДКБ, бывшего, по сути дела, Советского Союза, в районе Гюмри осталась наша база. База ПВО. Там имеется подразчасти зенитных ракетных войск, истребительная авиация МиГ-29, и, соответствующие следствия обнаружения воздушного противника, система управления. Посягательства на эту базу со стороны армянских властей существуют? Или пока это считается табу? Эту базу трогать нельзя? Знаете, здесь игра совершенно двойственная. Вот сейчас немножко пик прошел. Вот то, о чем вы говорите, Константин, это был где-то вторая половина апреля, май нынешнего года. Они что, говорили, что эту базу надо убрать? Ну, они открыто, то есть, да, на уровне официальном, естественно. Это никто не аккумулировал. Но я помню, что социальные сети у них были буквально наводнены сообщениями, зачем нам российская база, зачем нам база страны, которая не хочет нас защищать на случай конфликта с Азербайджаном. Первый нам был такой, да, звоночек. А вот такой вопрос. Армянское общество и армянская элита, она хорошо понимает, что достаточно одной десятой первой полевой армии Турции, прошу прощения, второй полевой армии Турции, чтобы Армения прекратила свое существование. Нет, Константин, нет. Победа 93-го года вскружила им голову. Но Азербайджан это не Турция. Вы знаете, Азербайджан это не Турция, но ощущение победы, что мы победили превосходящего противника, который очень похож на вот этого противника, ввиду родственности Азербайджана и Турции, она, к сожалению, в Армении, боюсь, очень многим вскружила голову. Многие из них считают, во-первых, да, что в случае чего и сами постоим, а во-вторых, у некоторых есть надежда, что придет НАТО, добрая, ввиду растающих трудностей между США и Турцией, поищут балансира Турции в лице Армении. Есть и такая точка зрения. Ну, могу сказать, что Армения и Турция это какие-то вещи абсолютно несовместимые, несопоставимые, прошу прощения, с военной точки зрения абсолютно. По-моему, тоже. Армения стоит на отшибе, она никак не влияет на, по-моему, существенно не влияет на возможности НАТО оказывать, на возможности НАТО оказывать влияние на процессы в Ближнем и Среднем Востоке, никак не блокирует российскую авиацию, позирующуюся дальнюю авиацию на Крым, от действий по Восточному и Средиземноморью. А так стоит страня, там особо не нужна Турция. И, учитывая проблемы турок с курдами, ведь никто же не гарантирует, что если Армения откажется от российского протектората, то США согласятся на поглощение Турции Армении в обмен на курдов. Вы не поверите, Константин, но в Армении есть и другие разговоры, что если Турция вступит в масштабный внутренний кризис, если Турция начнет распадаться, то, в общем-то, можно пересмотреть нынешнюю армяно-турецкую границу в пользу Армении. Вот даже так, да? Даже так, есть даже такие надежды. Ну, можно только лишь сожалеть, что наши армянские друзья, по сути дела, потеряли чувство реальности. По счастью, у них далеко не все, по счастью, все-таки нынешняя власть Сарксиана не потеряла чувство реальности, но есть второй эшелон, который, к сожалению, очень, из-за него есть потеря чувства реальности. Ну, вот вы с этими людьми разговаривали. Скажите, пожалуйста, каков уровень, скажем, компетентности этих людей и уровень интеллектуального развития? Потому что то, что вы рассказываете, у меня формирует большие сомнения в том, что эти люди обладают достаточным интеллектом и компетенцией, чтобы не то, что руководить страной, но даже быть политиками. Константин, а компетенция есть, но есть такое понятие психологическая обида, да, и психологическая боль. Вот она иногда, к сожалению, очень часто превышает рациональные эмоции. Я очень боюсь, что определенные круги на Западе могут сделать ставку именно на это. Вот у нас долго думают, как будут дискредитировать российское влияние в Армении. А я думаю, через Карабахский вопрос. Наши западные, в кавычках, друзья, будут давить на то, что Россия не исполняет своих обязательств, что Россия вас предает. Кстати, в Армении очень болезненно всегда воспринимают любое российско-турецкое сближение. Я помню, что еще в 2000-х годах говорили, что Россия предает Армении уже самим фактором своей дружбы с Турцией, нашим, как они говорили, их ключевым врагом. Так что я думаю, что могут играть именно вот на этом, для дестабилизации российского влияния, к сожалению. Что именно включать эмоции. Ну, а дальше несбыточные обещания, как любят говорить американцы, вот посмотрите, греки и турки в НАТО, старые, казалось бы, враги. Почему бы такую схему не использовать и здесь? Так что и несбыточные обещания дать могут. Другое дело, насколько это будет, к сожалению, для самой Армении хорошо. Я думаю, это будет очень нехорошо для Армении. Безусловно. Но элиты элитами. А что думает армянский народ? Вы же, наверное, разговаривали с людьми. Первое, конечно, интересно, что думает армянская интеллигенция, наиболее пассионарный класс, ну и простые люди, которые не входят в понятие интеллигенции. У вас же, наверное, приходилось сталкиваться с ними? Ну, давайте начнем с интеллигенции. Опять-таки есть определенный раскол. Есть та группа, особенно среди молодежи сильная, у которых есть прозападные настроения. Кстати, меня очень тревожит вымывание позиций русского языка. Вот когда, например, приходишь в Ириванский национальный университет, далеко не все студенты уже понимают русский язык. То есть, когда идешь по улицам, уже дубликаты улиц по-английски. Армянские улицы на армянском языке и на английском языке. На русском языке уже дубликат просто так не найдешь. То есть, позиции русского языка в известном смысле, конечно, теряются в Армении. А вот есть группа, особенно среди молодежи, которая смотрит прежде всего на Запад, которая говорит, что надо сближаться с Западом. К сожалению, уроки Грузии и Украины пока не пошли впрок. Второй момент. Есть определенная группа, которая говорит о том, что да, конечно, Россия наш союзник, но ведет она себя неправильно, особенно в связи с карабахским вопросом. И вообще нам не очень-то место в ОДКБ. Нам надо как-то выйти, заключить что-то двустороннее с Россией. Не дай бог нас втянут в страны Средней Азии куда-то в свои игры. Есть такая группа. И есть третья группа, которая все-таки говорит, что Россия наш приоритетный союзник, но дальше опять следует несколько «но». Что вот неплохо бы, конечно, если бы Россия больше учитывала интересы Армении, неплохо, если бы Россия больше давала бы Армении, чем она дает. Ну и дальше следует длинный список претензий. Вот это среди интеллигенции. Три группы. Меня что настораживает, Константин, нет ни одной группы, которая четко бы говорила, что мы за союз с Россией, и это наш приоритет. Вот такой четкой группы пока я не... Фактически нет. Скажите, пожалуйста, а вот если, ну не говорю в процентных отношениях цифры, но хотя бы на уровне больше-меньше. Пока вторая. Какая из этих групп самая наибольшая? Самая наибольшая вторая. Что она нам союзная, но... Но слишком неправильно себя ведет Россия, и надо бы поискать нам противовес. А с точки зрения западников и, скажем так, условных сторонников России, то есть первой и третьей группы, там как? Да, боюсь, как бы среди пожилого поколения все-таки пересиливать третья группа, а вот среди молодежи уже начинает выдвигаться резко западная группа. Резко западная. Вот среди именно молодежи это есть, это заметно. Вот такая вот ситуация здесь. А как среди простого населения? Ну а простое население, да тоже по-разному реагирует. Вот как ни странно, что меня тревожит, что распространяются настроения, что у нас Россия диктует, как хочет, как у себя дома. Это неправильно. Путин слишком сильно влияет на Сарксяна. Вот такие есть тоже очень... Это среди простой публики. Это среди простой публики. Это неправильно, так нельзя, мы должны быть у себя хозяевами. Вот сколько я не пытался понять, а чем, собственно, Путин так уж диктует и влияет на Сарксяна, сказать трудно. Кстати, обратите внимание, что саммит-то в Ереванске, возвращаемся о ДКБ, доказал, что вовсе не так уж Путин-то и влияет на Сарксяна. Вовсе далеко не так Армения действует четко, жестко, как в России, точнее в Армении, как это многим кажется. Как раз наоборот, Армения занимает позицию, далеко не всегда соответствующую позицию России и остальному ДКБ. Но тем не менее, вот откуда-то эти настроения идут. Но я думаю, они подпитываются специально. Я думаю, да. Я думаю, они вбрасываются, эти настроения, о том, что Россия безоговорочно поддерживает нынешнюю власть. Дальше очень похоже на настроение в свое время на Украине при Януковиче, что Россия поддерживает коррупцию нашей власти. Пока это еще не преобладает, но эти идеи уже вбрасываются. И вот это тревожно. Скажите, пожалуйста, а как там чувствуют наши некоммерческие организации, российские? Если там Запад активно развернул некоммерческие организации, действуют там, сколько там у нас некоммерческих организаций в Армении? Можете сказать? Я так вот честно и суть не скажу, но могу единственное сказать, конечно, что есть, вижу я, как работают, например, наши всевозможные евразийские организации. Вот связаны евразийские форумы, евразийские молодежные движения. Они действительно проводят определенные конференции, привлекают молодежь, стараются как-то действовать. А вот, например, хотелось бы побольше увидеть работу того же Россотрудничества и других организаций. Вот часто они, конечно, да, я понимаю, они работают, они есть, но не хватает яркости в этой работе. Не хватает того, чтобы мы их видели, чтобы они были заметны и в самой Армении, и для армянского общества. А вот, к сожалению, работают особенно евросоюзовские организации. Алексей Валерьевич, а теперь я хотел бы уточнить, а в каком направлении идет образование Армении? Это ключевой вопрос, поскольку следующее поколение определяется самим образованием. Вам доводилось сталкиваться с учителями, с профессорско-преподавательским составом университетов. Какие идеи вколачиваются в голову людям, молодым людям? Куда идет профессура? Главное, это, конечно, идея сильного национального армянского государства. Вот первая идея, которая внедряется, что Армения — это сильная держава, сильной истории, с очень богатым культурным наследием, которая должна держать себя, прежде всего, самостоятельно. Вот это главная преобладающая идея армянского образования. Ну а дальше уже настолько, насколько этот союзник нам ценен. А как они оценивают период, когда Армения была в составе России, которая, собственно, спасла армянский народ от полного уничтожения и соседним Ираном, и Турцией? Вы знаете, оценивают, кстати, очень по-разному. Оценивают период Российской империи, скорее оценивают позитивно. А вот период ранних большевиков, период Ленина, оценивается, скорее, негативно, потому что именно в это время Армения потеряла ряд территорий, и прежде всего, болезненную для армян гору Арарат. Потому что, обратите внимание, когда вы улетаете, например, и полетаете в Армению, вам штамп в паспорте ставится в заграничном гора Арарат. Изображением двух гор, Сиз и Масиз. Очень символично, да, насколько для них эта потеря национального символа болезнена. Понятно, а советский период последующий? Да тоже по-разному, тоже двояко оценивается. С одной стороны, конечно, оценивается позитивно, но подчеркивается, что не всегда уделялось должное внимание армянскому языку, армянской культуре, многое, например, на горный Карабах был передан Азербайджану, что было исторически несправедливо в отношении Армении. Излишне подчеркивается, что была поддержка азербайджанской ССР в противовес армянской ССР. Так что говорить о том, что прямо оценивается это позитивно, А эти люди понимают, что все, что они имеют, включая образование, это именно дал Советский Союз, не царская империя. Что они сейчас, что то, что армяне сегодня представляют собой достаточно образованную нацию, то, что у них есть достаточно, по крайней мере, была развитая промышленность, это именно Советский Союз сделал. Это понимание. Но и вопрос, потому что армяне, как вы знаете, считают, что у них цивилизация самая древняя на постсоветском пространстве. Это всегда подчеркивается в музее Эрибуни Урарту, что культура Армении идет с 8-9 веков до нашей эры. Так что свое культурное наследие ставится едва ли не как самое высокое, наоборот, на постсоветском пространстве. Но я полагаю, что в Урарту космические корабли не делали. Нет, но мы наследники, не надо принижать, когда леет мотив нашу великую культуру. Никто не принижает. Как они оценивают советское наследие в виде образования, науки и промышленности? Они говорят так, в этом было много хорошего, много верного, много это нам дало, но при этом не надо забывать и вот тот вот негативчик, который был. Спасибо за внимание. Алексей Валерьевич, спасибо вам за интересную информацию. Спасибо вам, Владимир Владимирович. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин